Сегодня у нас девятый выпуск нашей еженедельной передачи, которая называется «Беседы о Библии». Сегодня мы беседуем с Гузель, и нас смотрят из разных стран, и будем принимать вопросы и в чате тоже, комментарии в чате и так далее. Окей, Гузель, доброе утро. Доброе утро. Можно задать вопрос? Ну вот по моей любимой главе, очень такая всем известная глава, очень у всех на слуху, да? И вот первый корейфинг, тринадцатая глава, как раз-таки, где написано, что любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, ну и так далее, да? Вопрос заключается в чем? Вообще для меня это как эталон. То есть вот написано, да, что подражайте мне, как я Христу, да? То есть служитель подражает Христу, мы должны каждый из себя подражать Христу. И для меня это эталон. То есть какой бы поступок я ни сделала, как бы я ни поступила, как бы я ни подумала, я все время думаю, Иисус так бы сделал или нет. То есть Иисус бы так поступил бы или нет, например, как я. И тогда уже начинается, как бы, то есть если я, да, считаю, что так Иисус не поступает, естественно, там уже как бы начинается, что да, там. И вот точно так же, как и здесь, вот, какая моя любовь, да, какое мое отношение к себе, к ближнему, то есть вот по всем вот этим вот пунктам, да, которые написаны через запятую, но каждое слово здесь очень емкое, и мы должны как раз-таки быть такими. Вот вопрос-то в чем заключается в том, что понятно дело, что всем это сразу не откроется. И предположим, мне долгие годы не открывалось, что я вообще не считала себя гордой. Почему я все время на это обращаю внимание? Потому что считаю, что гордость – это самый большой грех. Но это мое, да, например. Кто-то, может быть, не видит в себе что-то другого. И вот как раз-таки вопрос спасения. То есть написано, что есть даже такой закон, да, что не знание закона не освобождает от ответственности. И то, что, например, понятно, что человек, если постоянно молится, постоянно говорит, Господь, открой мне глаза, открой мне уши, чтобы видеть, чтобы слышать, чтобы видеть в себе вот именно, да, то, что ты во мне хочешь изменить, чтобы мне меняться. Пока есть шанс, пока есть возможность, пока мы здесь живем на Земле, то есть мы можем измениться. Вот как вот на той неделе мы разговаривали, да, пока мы не дошли вот до вот этого квадратика, самого такого основного и страшного. То есть вот как раз-таки вопрос спасения и желания, так скажем, что ли. Потому что, ну, не все несовершенные, и это понятно, и не все вот именно такие идеальные, как здесь написано, но все, по крайней мере, стремятся. Вот вообще, честно говоря, вот просто с утра сегодня я просто об этом думала и даже сформулировать, как Господь на это все смотрит, вот с точки зрения Пописания, как Он к ним относится, потому что, понятное дело, что, например, если я что-то прошла в своей жизни, я это могу заметить, и у меня будет такое как бы, да, ну да, я тоже это проходила, я знаю, как это, то есть, да, и Господь, вполне возможно, так же смотрит на свое дитя, да, то, что, ну, что, пройдет время, и человек поймет, да, так же, как мы на детей смотрим, которые непонятно, что творят, и думают, что о, какие они молодцы, да, а потом со временем, предположим, когда они становятся сами уже родителями, уже понимают, да, что вот так вот делать на следующее. Вот, ну, как Господь смотрит на это, и вот все равно, как бы, Господь же написан, с одной стороны написано, что Бог любит всех, но слышит, то Он тех, которые, так скажем, стремятся, да. Есть некоторые, которые не хотят себе что-то менять, не хотят себе что-то видеть, вот живут и живут, и считают, что они правильные, считают, что они все такие, ну, как бы, ходят в церковь, значит, они все хорошие. Как вот доверять, вот, и как, то вообще столько таких вот непонятно, да, я сейчас не могу вопрос, как бы, такой сформулировать, непонятно, о чем говорить, да. Как смотрит на это Господь? А, естественно, как Господь смотрит, так и мы должны на это смотреть. И что происходит с человеком, который не хочет меняться? Вот ходит он в церковь и ходит, но меняться он не хочет. То есть он слышал, он читал это, он знает, но в то же время не считает себя грешным, предположим. Я не понял вопроса, если честно. В чем заключается вопрос? Как смотрит на это Господь? Что именно? На то, что человек, зная Писание, зная, что вот так написано, да, то есть Писание написано, значит, мы все должны этому подражать. И преображаться именно по слову. Не по тому, по которому только там написано, а по всему, да. То есть вот все, что мы читаем, а особенно такие вот местописания, да, все равно мы должны подражать. Господь же видит наши сердца. И, по сути, если он видит, что мы это прочли, да, ага, да, мы знаем, что вот так вот мы не должны делать. Но в то же время человек, да, мы не должны, но в то же время он не, ну, так скажем, знает, что так нельзя делать, но все равно делает. Да, и как бы, ну да, там, да, вот так нельзя, ну, я делаю, ну, там, там. Или, предположим, вообще, как бы прочел и пошел дальше и совершенно не обращает внимания. Он ходит в церковь, ходит, там, да, предположим, тот, кто не стремится, он вполне возможно и служить не будет, да, потому что как бы и Господь на служение ставит. Не человек, а Господь, да. Вот. Как смотрит на это Господь? Потому что, например, я не могу сказать, как я на это смотрю, и вот я считаю, что вот человек неправильно себя ведет. А кто я такая? Да, по сути. Вот что касается, вот у нас был разговор с одной сестрой, она с другого города, с большого, и то есть там тысячи, три тысячи человек в церкви, то есть и там у нее появилась обида на сестру одну, потому что она не поступает по слову Божьим, там явный грех. Она попыталась ее обличить, и та ее высмеяла. Вот. Она попыталась поговорить со своим лидером, та ее не поняла. И просто получилось так, что, в принципе, те две, да, которые ее не поняли, они и живут, и так живут. А вот сестра, да, с которой я разговаривала, она долгое время не может, она в этой обиде живет. То есть, и когда мы начали говорить, что, ну, не зацикливайся, мы должны держать палец только на себе, и мы не имеем права, как бы, судить, потому что только Господь судит. Вот из этого вопрос, как бы, мы все знаем, как нужно себя вести, и все читаем, но... Вот как на это Господь смотрит? То есть мы же судить не можем? Можем. Ну, как мы можем судить? А кто мы такие, чтобы даже Иисус пришел на землю, чтобы не судить, но чтобы осудить? Нет, судить людей мы не можем. Судить поступки, конечно, мы еще как можем. Мы призваны к этому. Об этом говорит все Писание. Мы обязаны судить поступки. Обязаны судить поступки. Ну, обязаны. В таком случае, смотрите, в любом случае, мы обязаны, конечно, да, но мы должны сначала себя сравнить со Словом Божьим. Если я, например, не идеальна, как я могу судить брата своего? В смысле, брата, сестру, не важно. Минуточку. Кто определяет идеал? Слово Божье. То есть, сравнивать надо не с собой, а со Словом? Со Словом. Ну, опять же, если я, например, не идеальна с точки зрения Слова Божьего, я, конечно, стремлюсь, но... А кто у нас идеален? Иисус. И все? Господь, да. Но мы все должны стремиться к святости. Ну, если я не разобралась еще со своими... Секунду, секунду, секунду. Что значит стремиться к святости? Стремиться таким быть, как Иисус. Как написано. Ты понимаешь, что пока я не буду, как Иисус, я не буду святым, что ли? Я никогда не буду святой. Абсолютно. Да ладно. Абсолютно святой я никогда не буду. Ух ты, откуда такая ересь? Ну, потому что написано. Ну, ладно, хорошо, это ересь. Наоборот, наоборот, написано, что мы все святые. Мы все святые. собрание, есть собрание святых. Окей, все святые, и как бы я согласна. Но в то же время есть... Тогда не будешь святой. Святости в том дело, что в плане того, что я никогда не смогу исполнить все слово так, как от меня. Вот предположим, вот как раз-таки опять берем, да, написано. Долго терпит. Я не могу долго терпеть. Вот моя натура, да, я очень стараюсь долго терпеть. Но моя, чисто по моему характеру, да, я очень тороплива, и мне надо все быстро, и вообще невозможно не терпеть. Милосерствовать. Я не ко всем милосердна. Я в основном, да, к моему студу, я милосерствую только к тому, кто мне нравится, кого я люблю, да, или кто мое окружение, вот тому я милосердствую. Но я могу абсолютно мимо пройти человека, который, предположим, неверующий, и предположим, он... Вот сейчас я живу в таком районе, да, поселилась. Господь специально, я думаю, может быть, сюда меня поселил, чтобы увидеть вообще, что и как здесь живут люди, которые очень много пьют, и так далее, да? Ну и как ты считаешь? И я прохожу мимо не всегда с таким, о, Господь, ты ведь тоже их любишь. И иногда прохожу мимо, ой, быстрее бы мимо него пройти, потому что я недавно могу там задохнуть, ой, ой, какая я такая деловая, ой, там прям как мне вкусно пахнет, ой, как бы мне отсюда быстро пройти. Это тот же Божий, Божий дитя, кому не открыто слово. И вот даже когда сейчас я говорю, мне реально мне очень нехорошо, не стыдно, что я вот такая. Но во мне нет столько милосердия, сколько есть у меня над нашим, Господи, да? Ну не завидует, ладно. Вот опять же таки, я считаю, что я независлива. Кто знает, придет время, и Господь мне покажет, а, я вот сейчас сказала, что я не завидую. Сегодня же будет такая ситуация, где мне Господь покажет, ага, ты сказал, что ты не завидуешь? Посмотри. Потому что, как правило, иногда для какого-то, например, для бизнеса, да, мы считаем, что человек амбициозный – это плюс. Да. И мы должны быть амбициозными. Если мы не будем амбициозными, вот даже в какой-то мере я стараюсь научить себя быть амбициозной, да, читая какие-то такие возбуждающие вот это вот качество, да, вот статьи какие-то, да, вот этот человек был амбициозный и добился вот этого, там, вот этого. Вот. Но и с точки зрения именно Господа, да, то есть, опять же таки, как на это человек реагирует, как я на это реагирую, или я завидую ему, да, его успеху, и стараюсь ему подражать не в плане бизнеса, а даже я замечаю, что некоторые люди стараются подражать своим учителям в плане манеры говорить, в плане как он говорит, употреблять его слова, даже пусть они могут совершенно не быть, они могут граничащими быть со словом Божьим. Вот это у меня не стыкуется. И в любом случае вот так вот берешь, и каждая-каждая через запятую, почему я говорю, она каждая емкая, настолько емкая, что мы не можем быть до конца своей жизни, мы не сможем исполнить все то, как именно какой Господь. Но единственное, что Господь видит наше сердце и помыслы. Если я искренне желаю измениться, но сто процентов, хоть как бы вы сейчас не улыбались, Авиэль, я не смогу быть на сто процентов такой, какой бы хотела. А, ну, извините, я даже спорю. Ну, вы считаете, что вы сто процентов, как Господь, ну, по слову Божьему. Что еще раз? Вот вы считаете, как вот о себе? Допустим, может быть, у меня тоже такая самооценка низкая, что я не могу сказать, что я такая вот... Ну, вы считаете, что вы на сто процентов соответствует со Слову Божьим? Нет. Никто не может соответствовать на сто процентов Слову Божьей, пока он живет во плоти, потому что плоть наша грешная. Мы грешим по плоти, наша плоть грешна. Мы вчера как раз вот разговаривали с Ваней на эту тему. Ну, как ты считаешь, пастор – это вообще вот... Пастор там, например, в церкви в 300-1000 человек. Это вообще помазанный человек святой? Я считаю, что помазанный, потому что Господь ставит на служение. Он человек, и он может ошибаться. Но он пастор, поставленный Господом. И если он что-то сказал, соответственно, мы должны ему послушаться, потому что мы идем по ним. Давайте я задам вопрос. Скажите, пожалуйста, пристрастие к порнографии – это считается грехом или нет? Да, это грех. Это большой грех. Значит, статистика говорит о следующем, что более 37% пасторов крупных церквей являются порнозависимыми людьми. Какой вопрос? Нет, вопрос, как бы, вот ты говоришь, я должна всему, что пастор говорит, ну, послушаться, да? А, окей. Как раз-таки вот очень такое, на самом деле, Ваня прав, очень насущная тема, потому что вот с моей сестрой, с которой я разговаривала… Я еще не закончил задавать вопрос. А, окей. Пастор грешит, да? То есть мы говорим, это же грех, правильно? Да. Но это зависимость. Еще хуже, чем наркозависимость. От наркозависимости избавиться гораздо проще, чем от порнозависимости. Ничем не болело? Ну, во-первых, так, 70% нынешней молодежи являются порнозависимыми, потому что доступ к порнографии сегодня настолько легкий. Например, в мое время, когда я был в возрасте там 16-18 лет, чтобы где-нибудь найти порнофильм, это надо было сильно постараться. Очень сильно постараться. То есть я не знаю, там что нужно было перевернуть, чтобы найти порнофильм. Сегодня открываешь смартфон, и у тебя есть полный доступ к колоссальному количеству бесплатной порнографии. Окей? Контролировать этот процесс очень тяжело. И поэтому большинство людей сегодня, абсолютное большинство людей в возрасте от 8, вот обрати внимание на цифры, в возрасте от 8 до 24 лет являются порнозависимыми, причем как мужчины, так и женщины. Поверка 70%. Вопрос. Включая верующих, кстати. Среди верующих там вообще цифры просто ужасающие. Просто ужасающие цифры. Причем чем больше, мы им так говорим, что очень большая часть этих порнозависимых мужчин и женщин это люди женатые с детьми, живущие очень долгое время. Но они порнозависимы. И чисто физиологически объяснять не буду, просто объясню, что коктейль гормонов и ферментов, который вырабатывается во время просмотра порнографии, наркотик гораздо мощнее, чем героин. Для того, чтобы привыкнуть к героину и стать его зависимым, нужно как минимум два раза употребить его. А порнофирма достаточно одного. Одного порнофирма достаточно, чтобы подсесть на это на всю оставшуюся жизнь. Кто грешит в данном случае? Человек духовный или плоть? Не кушай наушник, он не переваривается. Как это так разделить? Извините. Давай посмотрим. Я не понимаю, как разделить. Она что, отдельно плоть ходит, отдельно дуб, что ли, ходит? Получается, что так. Те мысли, которые вьются у нас на голове, мы властны их, чтобы вот эти мысли не свели гнездо на нашей голове. То есть мы должны как бы бодрствовать. Божья милость, она обновляется каждый день, но мы бодрствуем над каждой мыслью своей. Да, можем привести статистику, что вот там четыре тысячи мыслей от сатаны, четыре тысячи от Бога, и только две тысячи тому. Или там наоборот, там, я уж не помню эту статистику. Что за статистика такая? Да какая-то статистика где-то, я там что-то слышала или что-то. Это у тебя с ваших мыслей. Что там столько-то от Господа, столько-то от сатаны, то есть еще и наши мысли. Так мы властны на этой мысли. И я не знаю. Ну, знаете, по поводу пасторок, по поводу служителей. Вот опять же-таки, чтобы как раз-таки, как Господь смотрит, и как мы должны смотреть. Если Господь поставил надо мной моего пастора, слава Богу за нашего мудрого пастора, он очень придет, и может быть, потому что у нас очень мало человек, там, получается, на 500 человек у нас в церкви. Он за каждым смотрит, за каждого переживает, и на эту тему он очень много говорит, и собирает отдельно мужчин, отдельно женщин, отдельно молодежь, отдельно женатых, отдельно неженатых. То есть очень много служений у нас проводится. Вот, но это ладно. Но опять же-таки, если Господь поставил, я могу наставляться у такого человека, я считаю, а Господь с его грехом пусть разбирается сам. Вот. И опять же-таки, слово пастора, но я не могу сказать, все, пастор грешник, я не буду с ним ходить. Да кто я такая, чтобы его судить? Он завтра покается, и вполне возможно, что, может быть, он там кается и сам. Я, что-то я нестыковка немножко, что пастор так может делать. Это вообще явно, или это какие-то... Это официальная статистика. Это предположение. А, ну я не знаю, что здесь. Могу сказать только, что, например, в чем-то вот я, да? В чем-то я грешна, а в чем-то я уже освободилась. Господь освободил, не я. И в каких-то вопросах я уже прошла, и знаю, что, например, вот так делать нельзя, я уже не делаю. Это же... Тут такая... Раз Господь поставил. Я повторяю, что это грех, это зависимость. Это не я, а, ну я пойду там на дискотеку схожу. Это зависимо. И на дискотеку. Причем, я считаю, что нельзя христианам ходить на мирские дискотеки. Возможно. Потому что танец в себе несет, сами знаем, да, что если Давид танцевал пред Господом, его танец именно был для Господа. если на дискотеке молодежь танцует, девушка на дискотеке танцует перед мальчиком. И у нее движение, есть такие сейчас там даже спортивные танцы, которые... Очень много сейчас роликов в Ютубе по поводу, какие там могут быть танцы, и написано, ах, это самый необыкновенный красивый ролик. Включаешь и думаешь, действительно, сейчас будет танец. Я очень люблю посмотреть там, да, но там включаешь, там действительно эротика. Это самый красивый танец. А там такие движения, что... И это все перенимается как раз-таки и используется в дискотеках, на дискотеках. Поэтому я считаю, что на дискотеке нельзя ходить. То есть, если мы ограждаем себя сначала от танца, потом от просмотра, допустим, тогда у нас и мысль не дойдет, чтобы просмотреть порный фильм. Потому что, да, оно выскакивает. Ну, не то, что выскакивает, а бывает, что вот Ютуб смотришь и справа, там. Или там. Ну, что-то последнего. Ну, я не знаю, там где-то, они могут выскакивать, тогда. Везде. Ну, там, предположим. И то есть, у нас, оно же само автоматически не включается. Надо же взять мышку, вот так подвести, вот так, хоп, нажать. Ты там что, не видишь картинку, что ли, что там нарисовала? Это зависимость. Это не привычка. Ты не понимаешь? Зависимость, она же возникает от того, что... Один раз достаточно посмотреть. Один раз. Один раз достаточно посмотреть. А потом один раз хотя бы попастись. Один раз там, я не знаю, встань в проломе, один раз попроситься, как давайте молиться за это. Вот. Не надо там говорить, что там... Никто не признается. Никто в этом не признается. Понимаешь? Анонимность, она является одним из самых мощных факторов в том, что человек продолжает сидеть в этой зависимости. Не, не признается перед окружающими или перед Господом? Никому не признается. Перед Господом не надо признаваться. Он и так все видит. Ха! Ну и что? Ну и что? Все равно мы должны исповедоваться, даже если он знает. Мало ли что он знает. Написано, да, сидел человек слепой. Он подошел, ученики подошли. Все равно спросили, что ты хочешь? Может, он хочет остаться слепым, но он хочет быть богатым. Тем не менее, он озвучил, что он хочет быть прозреть. И точно так же мы пригласим. Еще раз, ты пухаешь две вещи. Это не привычка, это не похотька, это зависит. Человек без этого жить не может. Человек без этого не может жить. Вот как наркоман, его ломает, когда он не принимает наркотики, вот точно так же порнозависимый он его ломает, когда он не смотрит в порнографию. Ломает. Коктейль, ферментов и гормонов, которые вырабатываются в процессе просмотра порнографии. Но это чисто физический фактор. Физиологический. Пусть. Это чисто человеческий, да? Грубо говоря. Это плотское, плотское это самое. Но если человек, например, наркоман, да, и его ломает, и там, я недавно где-то, а, вот я посмотрела, там, аж пена, оказывается, идет, когда, а, такое оказывается, там, вообще их очень сильно они там болеют, когда хотят, наркотики. Ну, извините, если он, если он признается и скажет, что, все, надоело, не могу, пред Господом не обязательно перед всей паствой говорить, что там, вот я такой, там, и неужто Господь не помилует, если ты искренен. Опять же таки, ваши слова, да, что если человек рожденный свыше, я, кстати, часто об этом сейчас думаю, и думаю, и мне еще пока это, если человек рожденный свыше, он не может вот так себя вести. Нет, не сможет, я не говорю, что тот пастор, который является порнозависимым, он не является рожденным свыше. Ну. По большей части, наверное, то есть я почти убежден в этом на сто процентов, что тот самый пастор, рожденный свыше, являющийся порнозависимым человеком. Он каждый день раскаивается в своих поступках, но завтра его зависимость его преодолевает. Это же большое, смотри, сатане ему все равно, как бы, что происходит с мирскими, это его. Весь мир принадлежит ему, здесь все его. И все мирские, это его, а вот когда человек отдает свою жизнь и свою душу Богу, он начинает за него драться, но драться по духу он не может, потому что там, где есть дух святой, он находится не может, и бороться с ним не может, но он может воздействовать на плод. То есть, в, как бы, говорит так, воплоти жить духи, воплоти принявший духа святого, то есть рожденный свыше, там духа никакого жить не может. Но воздействие, воздействие, особенно аудиовизуальное, оно возникает моментально, как только ты начинаешь, как только ты начинаешь, начинаешь раскаиваться о своих поступках. Например, в случаях с наркоманией, почему рекомендуют наркоманам, которые хотят, даже рожденным свыше, даже рожденным свыше, им советуют идти в реп-центр. Потому что в реп-центре у тебя исключено, просто исключено появление аудиовизуальной информации о твоей зависимости. Исключено, его там нет. Да, там есть другие наркоманы, бывшие, там есть другие бывшие алкоголики, но там нет информации. То есть ты там нигде не увидишь упаковку героина, ты там нигде не увидишь сигарету, набитую марихуаной, ты нигде не увидишь вообще сигарету. То есть вот этой вот информации аудиовизуальной, поступающей тебе в реп-центре, нет. Поэтому в реп-центре проще избавиться от наркозависимости. Должно пройти 90 дней. Ну, от наркозависимости достаточно 25 дней обычно, 25-29 дней в среднем. Человек избавляется от наркозависимости. Но здесь работает не человек, работает дух, работает Бог. То есть когда человек искренне стремится к Богу, простирается вперед и говорит, я хочу избавиться от этой зависимости, Бог работает. Только Бог может это изменить, избавить от зависимости. Потому что зависимость плотская. Бог делает чудеса просто внутри организма. Вот эти все гормоны, ферменты, они накапливаются в организме. Вот этот вот весь коктейль, там столько этих, я просто сейчас перечислять не буду, чтобы народ не вгонять в шок. Вот эта выработка гормонов в процессе просмотра порнофильмов, там же сидят, за этим сидят психологи. Это психологи, которые сидят и выстраивают этот порнофильм таким способом, чтобы нагнетать в человеке просматривать, воздействовать на его аудиовизуальные рецепторы таким образом, чтобы его организм начал вырабатывать коктейль вот этих вот ферментов и гормонов. И они воздействуют на мозг таким образом, что мозг начинает испытывать в момент оргазма состояние счастья. Это не может сделать ни один наркотик, кстати. И мозг говорит, хочу еще, хочу еще, хочу еще. Начинает человека, мы уже выяснили, что мозг он не наш, он нами управляет, а нужно сделать так, чтобы мы управляли своим мозгом. И на подсознательном уровне у человека вырабатывается полная, тотальная зависимость от всех этих факторов. Если их не исключить, вообще исключить из обихода, то эта зависимость очень, очень, большим вопросом, что она пройдет. Поэтому есть методы воздействия, когда, например, человек, который хочет избавиться от порнозависимости, его полностью изолируют от мира, полностью, то есть он не видит ни вот этих вот девочек с короткими юбками, он не видит ни рекламы, у нас же везде. Так где он их увидит? В своей церкви? Да нет, он по улице пройдет и увидит. По улице пройдет и увидит, и этого достаточно. Это все равно, что наркоману, избавляющемуся от наркозависимости, показать сигарету, набитую травой. У него мозг тут же выстраивает все это, тут же. Согласна, что надо оградить. Написано, плод немощный дух силен, тот, кто у нас больше того, кто в мире. Написано, что мы умираем для греха. Это все. Давайте все друг от друга. Ну, понятно, это все слова, но надо к себе, опять же таки, применять то, что написано. Применяй, попробуй. Порошняться в этом. Поговори с наркоманом, сейчас прямо выйди и поговори с наркоманом. И скажи, а что, тут же просто, надо умереть для греха. Ага, ну подождите, мы говорим о рожденных свыше людям. Мы не говорим... Говори с рожденным свыше наркоманом. Я не видел, в нашей ячейке, вот куда я переехала сейчас, есть, оказывается, бывшие наркоманы. Абсолютно люди, и даже один женился. И, ну, то есть они... Я таких шуток не знаю. Я таких шуток не знаю. Ну, и неспокойно нормально живу. Замечательно. Почему? Потому что Господь освободил, потому что они искренне раскаялись. Но плюс ко всему, нельзя, понимаешь, просто сесть и сказать, все, Господь, я доверяю тебе свою жизнь, на, работай. Он ничего делать не будет. Он ничего делать не будет, если ты не предпримешь шаги. Человек предпринял шаги для того, чтобы освободиться, скорее всего. Ну, единственный, которым и шаг, это просто искреннее покаяние. Это первый, единственный шаг. Искреннее, прям искреннее покаяние. И Господь дает ненависть к этому греху. Я считаю, что если человек покаялся, искренне раскаялся и рожден свыше, на него не продолжаются атаки? Атаки продолжаются, но есть сила. Еще какие? Есть сила в нас, которая больше сатаны. Духовная? Мы же властны над всякими мыслями. Духовная, да. А плотская? Я просто... Все атаки идут через плоть. Ничего не идет по духу. Он не в состоянии справиться с духом святым. Ну, не в состоянии. Кто не в состоянии? Вот так. Вот так на раз справляется с плотью. И один раз стоит расслабиться. Один раз. И ты опять падаешь в тот же грех. Опять. С этим согласна. Просто, например, сейчас я... Вот сейчас, да, буквально, может быть, очень даже искренне свою какую-то... Открываю свою часть. Например, я всегда думала, что женатым легче, чем неженатым. Потому что думала, ну что женатым об этом задумываться, когда есть, да? То есть не нужно об этом думать. То есть я думала, что почему... Ну, что неженатым легче. Потому что... Или просто неженатый. На это обращают внимание больше и больше следят за этим. Больше... Больше... Больше делают на это акцент, чтобы этого не было. То есть они больше бодрствуют, может быть, за это. Но когда говорится о том, что человек верующий, женатый, служитель, и это делает... Вот именно что? Он просто допустил? Мы же властны над тем, что допустить или не допустить. А с другой стороны, как Господь на это смотрит? Мы вообще ни на чем не властны. Вообще ни на чем. Мы властны над своими мыслями. Вот у нас есть эталон, вот наши мысли, вот есть Господь. Ты считаешь, что все одинаково сильные личности, чтобы в одну минуту бросить... Пастор? Пастор должен быть таким. А, должен быть таким. А, я считаю, что все люди должны быть таким. Давай поспорим. Ну, все... Не, ну, все как бы просто... Если сравнивать пастора, и только-только пришедший человек, и который там всего лишь год верующий, который еще шатковалка там не стоит, там младенец, да, который не знает... Ну, кто такой пастор? Младень. А, ну, человек служитель Божий. Да, то есть он вот так, Бог взял вот так, где-то сорвал там с веточки и поставил к тебе в церковь, да? Ну, естественно, он тоже сначала был младенцем, рос, рос, возрастал. Возрастал в своем служении, возрастал духовно как-то. Я не знаю, может, его по блату поставили, но в нашей церкви так не делается. Может быть. Ну, а чем он от меня отличается? Помазанием? А в чем он выражается-то? В предназначении. Того, куда Господь... Мы все пред Господом сосуды разные. Кто-то для высшего употребления, кто-то для частого. Я вот, например, молюсь, чтобы я была не красивым кувшином, а чтобы я была в употреблении каждый день. Я хочу быть простым глиняным сосудом, употребляющимся каждый день. Кто-то хочет, чтобы он был золотым кувшином, который украшает там, где-то там на полке. Пастор, я считаю, что пастор, он самый такой употребляемый кувшин, который наполняется каждый день и отдает свое наполненное сердце своим ближним каждый день, потому что к нему люди ходят каждый день, и не по два человека, а побольше. Каждый день имеет общение, как в рецентре. Если по два человека ходит, он уже не пастор, да? Нет, зачем? Ну, смотри, если церковь маленькая, мы сейчас говорим о пасторе, у кого 1300 человек в церкви, да? Да? Потому что я знаю, что мой пастор, например, у нас, получается, три города, вот 500 человек. И когда вот с ним разговариваешь, у него ни два, ни три человека. И то, получается, так выстроено у нас, что к нему приходят только служители. Только по-важному. Потому что, например, если у меня не очень важный вопрос, я иду к своему лидеру, к своему наставнику. Вот. А если у меня конкретный глобальный вопрос, там, да, очень, то я уже могу наставиться у пастора. То есть, потому что у пастора нас на всех не хватает. Но, по крайней мере, я вижу, что он переживает за каждого. Даже вот именно... Пастор – это абсолютно безгрешный человек, да? Нет, у него есть грехи. У него есть. Но мы говорим, а сейчас о грехах к смерти, а явно о грехах. А есть грехи? А есть грех не к смерти? Поймали, да? То есть, но есть... Нет, понимаешь, если мы говорим о теологии, нас же слушают, понимаешь? И, опять же, ты говоришь, вот главное, чтобы люди не притыкались. Вот послушает тебя сейчас верующий человек. Посмотрит на свою жизнь. Не застрелится. Нет? Хорошо. Если нас смотрит неверующий человек. Сейчас, секунду. Мы должны нести благую весть, понимаешь? Но вот я себя сейчас внимательно слушаю, и по-моему, сейчас сегодня ты говоришь, а я нет, я даже вот себе в процессе подкладки делаю, чтобы тебе ответить на все вопросы, но как-то не получается. Не впускаешь. Простите. Все, все, все. Вот сидит неверующий человек и думает, блин, это получается, что я грешник страшный, мне все к смерти, я там не умею бороться со своими мыслями, и так далее. Вот ты начала свой рассказ с того, что кто ты такая, чтобы не будучи идеалом обличать других людей. А сейчас ты только сидишь и делаешь, обличаешь других. Вот. Кого я обличаю? Такой. Он не имеет права, он сильнее, а дух его сильнее, он власти над своими. Я его не сужу. Я говорю о том, что какие мы должны быть. Я с чего я начала. Я знаю, у меня книжка есть вот такая. На трех... То есть я с чего я начала, что ли, я не соответствую. Я не соответствую. И что теперь, что ты не соответствуешь? Понимаешь, вот в чем грех, собственно, заключается, да? Мы вчера, как раз, на эту тему говорили, я это повторю. Да, это будет сейчас очень многим неприятно слышать, и в записи будет неприятно слышать. Я думаю, что многие даже со мной будут спорить, но я считаю, что традиционная, православная, католическая, и протестантская церкви, они давно уже, давно уже, по большей части, стали религиозными, а не духовными. По большей части? По большей части. Но есть там, есть, например, православие... Если православие, католицизм, это в чистом виде идолопоклонство, вот в чистом виде, то протестантизм очень много из этого идолопоклонства забрал себе. И поскольку основателем протестантизма был человек, который люто ненавидел евреев, люто просто ненавидел. И эту теологию он принес, в общем-то, в протестантскую церковь, то сегодня, пожалуй, я протестантскую церковь разделил бы на две части. Это истинно протестантская церковь, которая живет по канонам протестантской церкви. То есть почти тот же католицизм, только поклоняются, наконец-то, Иисусу, а не Деву Марии. И евангельские церкви. То есть в евангельских церквях еще как-то соблюдается Слово Божье, хотя празднуются совершенно все церковные праздники, а не библейские. Какие-то там ритуалы существуют, какая-то литургия своя. Ну, то есть, короче, опять же, ушли от основной доктрины Иисуса Христа. Я считаю, это мое личное мнение, с ним можно не соглашаться. Приезжайте к нам, посмотрите. Да я видел, знаете, сколько церквей. Вы что, отмечаете Песох? Вы живете по иудейскому календарю, вы отмечаете 5776 год от рождестворения Адама. Но это не означает, что мы не живем по Слову Божьему. Вы же, наверное, отмечаете еще и Рождество, отмечаете, наверное, еще и Пасху. И Пасху, и Рождество. Я же о чем и говорю, что отмечаются праздники церковные, а не библейские. А что, в Библии нет такого праздника? Нет, конечно, нет такого праздника. Ну, это пусть не праздник, но это дата, то есть какая-то такая символичная, которую мы как раз-таки отмечаем. И с символов складывается идолопоклонство. Например, православные говорят, у нас иконы, это не объект поклонения, это символ. И батюшка вот с этой вот, с кадилом со своим, это тоже символ. Это символ. Это вот это символ, это символ, это символ, это символ, это в результате ни Бога, ни Святого Духа там нет, это не символы сплошные, и им поклоняются, понимаешь? Это церковь. Ну, так извините, Авель, я вас перебью, но Песах, это тоже исход, да? Нет, можно я закончу свою мысль? Да. Так вот, когда мы говорим, что должно быть, мы углубляемся в религию. Я тебе могу сказать так, что вообще ничего не должно быть. По идее, вообще ничего не должно быть. Библия должна была закончиться на начале третьей главы бытия. Вообще ничего не должно было быть. И никто не может говорить, как должно быть, потому что никто не знает, как должно быть. Как должно быть, знает только Бог. И больше того, Он не раскрывает нам, как должно быть. Он говорит, постигайте меня, изучайте меня, попробуйте сами дойти до того, как должно быть. Нет на 100% святого человека. И к лику святых причисляет не человек, а Бог. И Бог решил, что все, кто не судится, то есть, с кого смыты грехи, он является святым. Я напоминаю, мы не судимся к смерти. Окей? Более того, если человек рожден свыше, Бог прекрасно понимает, что пока он живет не в его присутствии, а в мире сатаны, а весь этот мир, от подземелья и до небес принадлежит сатане полностью весь, абсолютно. И Бог знает, что пока мы живем в этом мире, мы подвержены атакам сатаны, Он готов нам простить все наши плотские грехи. И даже отречение от самого Бога. Представляешь? Даже отречение от Бога. Если человек отрекся от Бога, Бог способен простить его грехи и возвеличить его после этого, если он покается. Если покается. Если покается. Так вот, мы говорим сейчас о грехах и о зависимости. Да, зависимость тоже грех сама по себе, потому что явно есть идолопоклонство в чистом виде. Но можно поклоняться какой-нибудь статую Деви Марии, а потом взять и выбросить ее в мусорку. Вопрос, как ты к ней относишься, понимаешь? Потому что по слову Божьему в доме не должно быть ни икон, ни изображения, ничего вообще. Запрещено словом Божьим. Другой страны, как ты к этому относишься? что у меня стоит подаренная мне, например, икона, как его звать, Николая, как он там называется, чудотворец, вот то, что она здесь не значит, что это у меня идол. Он вот если там стоит в шкафу среди других произведений искусства и стоит себе. Понимаешь? То есть я ни к нему не обращаюсь, я ему не больнусь и так далее. Но как только человек начинает придавать значение чему-то, это превращается в идол. По плоти, по большому счету, мы все идолопоклонники, и ты, и я, и все, кто у нас сегодня слушают, мы все до одного идолопоклонники, потому что у нас есть идол, которому мы поклоняемся, называется он «деньги». Потому что мы придаем ему значение. Как только ты чему-то начинаешь придавать значение, ты становишься идолопоклонник. Окей? Если это не написано в Писании, например, что значит придавать значение? Не придавать значение семейным отношениям? Конечно, придавать значение. Но Бог создал человека, потом женщину и сказал приклеиться один к другому. И это выражение он использует только в отношении литбок Басефер, литбок приклеится ко мне, в смысле к Богу, и при этом он даже не ревнует. То есть это единственное, чему мы можем придавать значение, равное как нашим отношениям с Богом. Все остальное это плотское. Плотское. И что? Знаешь? Все плотское, все, все, чему мы продаем в этом мире значение, все из чего мы делаем символ чего-то есть плотское. Окей? Например, кресты. Крест. Это чистый воды символ. Нигде не написано, что нужно устанавливать посредине собрания крест. Нигде не написано. Но он тем не менее в этой церкви есть. Окей? Сбоку, посредине, справа, с неба, на ком-то, у кого-то, на Библии, он все равно есть. Окей? Это символ. Потому что на самом деле крест это, ну будем так говорить, это не тот объект, которому стоит поклоняться. Это объект убийства. Это не объект жизни. Да? Поэтому православные, например, говорят, что мы поклоняемся иконе Иисуса Христа, вернее так, Богородице с Иисусом Христом, они еще утверждают, что его кто-то родил. Они поклоняются иконе Богородицы с Иисусом Христом, где Иисус Христос по жизни младенец, он никогда не взрослый человек, но вот зрелая мама, которая его родила, ей, значит, стоит поклоняться. Это символ. Да? Кресты это символ. Все остальное тоже символ. Теперь вопрос, придаем ли мы этому значение. Мне не мешает крест, понимаешь? Вот вообще не мешает. У меня вот висит Псалон 26, да? Как он называется? Господь пастырь мой, да? прошу прощения. 22. Они в разных книгах по-разному нумеруются. 22. Вот он здесь висит, но он выжжен на дереве в форме креста, вот он висит. Но другого не было. Я искал тот же Псалон на какой-нибудь другом, не было, но вот он в форме креста. Знаешь, я придаю значение этому, как кресту. У меня здесь просто висит Псалон, он выжжен на кресте. Есть много разных символов, которые мы придаем, но есть идолопоклонство, которое входит в зависимость. Например, зависимость от денег. Это тоже зависимость, это напрямую зависимость. Потому что человек, когда у него есть деньги, он может думать о духовном, о душе, о Боге. Когда у него нет денег, он больше ни о чем не способен думать. Ни о чем не способен думать. Потому что в пирамиде маслов, которая отображает все наши базовые ценности, деньги стоят на первом месте. С этого начинается. Почему? Потому что нас мир приучил к тому, что без денег мы никто. Никто не хочет оказаться на улице, никто не хочет оказаться голодным, никто не хочет оказаться раздетым и так далее. Поэтому мы знаем, что все это приобретается за деньги, и когда у человека заканчиваются деньги, он больше думает о деньгах, чем о всем остальном. он даже о здоровье своем не думает. Он думает о деньгах. Когда у человека у верующего заканчиваются деньги, их вера возрастет. Еще раз? Почему-то я себя два раза слышу. А я тебя вообще не слышу. Сейчас слышно? Сейчас да. Когда у человека верующего заканчиваются деньги, у них как раз таки возрастает вера. Они больше прилепляются в Писании. Когда у человека все хорошо, они пять минут помолились с утра, пять минут перед сном сделали ритуал, да, надо же помолиться, помолились. Когда у человека сильная скорбь, сильная болезнь, нет денег, чтобы накормить ребенка, чтобы заплатить за квартиру. Вот в тот момент верующий человек еще больше прилепляется к Господу. Я это прохожу, проходила, где еще буду покажать ключевое слово верующий человек. Да, безусловно. Мы говорим о Бирже. Вообще о людях, не только о верующих. Вообще о людях я говорю сейчас, не только о верующих. И ключевое слово здесь верующий. Но что значит верующий? Вот здесь говорят, я верю в Бога, да, есть Бог, да, я в Него верю, а Иисус, а Иисус есть, да, и в Него, а Деву я в Марию верю, да, и в Духа Святого, а еще в Ктулху, еще в Будду, еще в Кришну, еще там в какого-нибудь там Ганеша, еще чего-нибудь. Во всех верю, все крутые боги, у всех есть все там. Главное, чтобы человек духовный был. Это он называется верующий? Исполняющий слово, не только слышащий, но еще и исполняющий слово. Исполняет, он всех любит. Ну что он исполняет? Да, он всем помогает, там, и папа с мамой любит, он там всем, никому не завидует, он такой простой, разносит шмотки там, из мусорки достает, стирает, нищим раздает, там, кому-то классно, он все, но он считается ли он верующим? Все, добрые дела делает, считается ли он верующим? Ну, а в кого он верит? Я не разобралась. В председателя верит, он есть, Господь велик, он создает это небо и землю, и он создал вот этих красивых рыбок. Когда он, чье слово-то, чье он слово исполняет? Божье слово исполняет. Бог же сказал, вот, десять заповедей же есть, я их все исполняю, нет у меня никаких богов, ты один, единственный бог, все, ты классный бог, ты самый лучший в мире бог на свете, лучше тебя бога вообще никакого нету. 85 икон дома висит, портрет Ганеша, тут висит Будда, стоит, там все, все доброту проповедуют, все классно, исцеляют руками, там, из обереги делают всякие для людей, ну, нужно же помогать людям, они же должны быть обережены, вот дух там какого-то славянского бога, там еще что-то, он, конечно, деревяшка, потому что, понятно, что его создал самый великий на свете бог, но вот я же помогаю людям, я им даю, я их исцеляю, да, всем помогаю. Ну и что с ним, и что с этим человеком, он не верует, ну как, он сказать, он верующий во все подряд, я так понимаю, и что с него взять? Он искренне не покажется, он верит во что-то, в бога? Во что-то, что-то, но не в кого-то. Ох, есть, вот он создал небо и землю, верю, да. Ну мало ли, завтра ему скажут, что, извините, там унитаз разговаривает, он и в это может поверить. Может и поверить, да, но делает добрые дела при этом. Ну пусть делает, но добрыми делами-то он не спасается. Почему интересно? Причем тут добрые дела. Почему интересно? Ну потому что спасается только истина верующего в Иисуса Христа. Да, то есть если человек родился за два года до рождения Иисуса Христа, верен до пришествия его на служение, то все, он уже грешник, да, и идет в ад. Ну там уже другое. Почему? Ну потому что там, я не уверена, что там был Будда, Кришна, там, или кто там еще. Им всем тоже по четыре тысячи лет. Как вот земля разделилась после Вавилонского столпотворения, так вот им всем там и Будда, и Кришна появились. Ну вот в прошлом, в прошлом как раз о разговоре и затрагивался вопрос именно о спасении. Спасение можно как бы вот так, вот так. То есть я научена тому, что если я верю в жертву Иисуса Христа, то, что Господь меня освободил, умерев и воскрешен, да, освободил меня, очистил от всякого греха, от всяких болезней и проклятий. И если я, покаявшись, и исполняю Слово Божие, все Слово, а не которое мне угодно, все Слово, а не которое я вот так вот с этой стороны трактую, вот так, мне потому, что так удобно, а именно потому, что так Господь сказал, и потому, что вот так надо делать, если даже больно. Я верю, что вот именно вот в этого Бога и жду от Него спасения. Только главное, я хочу, так же, как Павел тут, течение совершить, веру сохранить. То есть я хочу беречь свое спасение. Что делать с теми, которые родились до рождения Иисуса? Я не знаю, что это Божье дело, это Его проблемы. Как интересно у тебя получается. Я не буду за Бога решать, что с ними делать. Это не в моей власти. Я принадлежу, вот единственное, за кого я это занимаюсь, я даже за своего ребенка не могу дать отчет. Я могу за него сейчас молиться, а его рождение свыше. Пока он несовершеннолетний, ты даешь за него отчет. Ну, я его оберегаю, я делаю все. Вот на данный момент мне даже пришлось оставить все и переехать с ним, потому что он пришел сюда учиться. Я все оставила, переехала сюда, потому что это моя обязанность. Я молюсь за него, я делаю все, чтобы как бы ему было хорошо. Единственное, за что я молюсь, это за спасение, за то, чтобы Господь его хранил от зла. Это моя молитва будет до самой моей смерти, то есть, да, и за моих внуков, дай Бог, которых я уже мечтаю и там все такое, да. Вот. Но единственное, за кого я дам отчет, это за саму себя. Какая я была сегодня, какие мои мысли и чем я принесла Господу пользу. Я была сегодня полезна Господу или нет? Мы вернемся к началу нашего разговора. По пасторам. Мне вот очень интересно. По пасторам все понятно. Пастор – это человек, который может грешить всеми смертными грехами, но Иисус ему все простит. Аминь. Но такие люди могут к нему приходить, наставляться? Какие люди? Ну, вот, как я, например. Почему нет? Ну, вот, просто я хочу, то есть, да, я тоже считаю, что я могу у него наставляться. А то, что он грешит, это его дело и Господа. Нет. Я его не могу судить. Конечно, можешь. И его нет. Нет. Поступки, да. Обязана обличать. Обязана. Не, ну, написано, что да. Тут написано даже, как обличать, да. Сначала помолилась, попастилась, то есть пошла и наедине ему сказала. Если он нет, то привела с собой там. Да, пастору наедине. Всем остальным публично написано. Ну, я имею в виду вообще пчеловек. Вот давай по поводу твоего разговора, что вот ты такая вот, ты хочешь быть святой, но тем не менее, ничего для этого не делаешь. Почему я не делаю для этого? А, ты сама сказала. Нет. Я не говорила, что я ничего для этого. Мне стыдно, стыдно мне и все. Но я вот такая. Да, я не стыдно, что я такая молодая. Но я работаю над этим. Упражняюсь. Я не разбираюсь в православных чинах. Ну, какой-то там большой босс православной церкви, фамилия его Смирнов. Ну, большой босс какой-то там у них. Такой типа. Генеральный директор там местный. Он сказал, что вера наша натурально бесовская. В своей пастре, говорит, стоит там полное собрание сочинений. И он, значит, своей пастре говорит. Вера наша натурально бесовская, говорит. Потому что мы не каемся перед Богом, а исповедуемся. А что значит исповедоваться? Исповедоваться, это значит просто рассказать своему священнику о своих грехах. Вот, давайте я сейчас расскажу, какой я плохой. рассказали и пошли дальше делать то же самое. А по поводу этого один-то даже есть. Покаянием это вообще не пахнет. Потому что человек, раскаившийся в своем грехе, второй раз его не сделает. Есть сожаление о грехе, есть покаяние о грехе. Это доктрины церковные, понимаешь? Религиозные церковные доктрины. Нет такого в Библии сожаления о грехе. Есть покаяние и больше ничего нет. Есть черта о характере. Еще раз повторяю. Нету, про это нигде в Библии не написано. В Библии только про покаяние. Больше ни про что. Ну, предположим, смотрите. Ничего нету, есть только покаяние. То есть, когда человек осознал, что он согрешил, попросил у Бога за это прощение, есть самая короткая молитва покаяния, есть чуть длиннее, остальные все от лукавого. Молитва покаяния самая короткая была у Давида, согрешил я перед Господом. Это самая короткая молитва покаяния. Короче, я еще не слышал. Четыре слова. Вторая молитва покаяния чуть длиннее была разбойника на кресте возле Иисуса, А все остальные молитвы придумали люди. И они все многословны. И они полностью противоречат Библии. Полностью. Если они искренние, почему бы и не? То есть, я не молюсь двумя словами, но я искренне каюсь, и бывает, что... Да тебе даже слова не надо произносить. Если ты раскаялась, Бог это видит. Он твоих слов не слышит, понимаешь? Не слышит. Ты не можешь докричаться до небес. Но человеческая натура это такая вещь. Вот в том-то и дело. Понимаешь, мы живем по человеческой натуре, а не по Слову Божьему. Но Господь, по крайней мере, мы не согрешаем многословием. Нет, не согрешаем. Нет, согласен. Но многословие противоречит Библии. Противоречит словам Иисуса. Даже оставь и апостола. Вот даже если бы не было ни одного апостола. Вот было бы только Ветхий Завет и четыре Евангелия. Вот словам Иисуса это противоречит многословию. Ритуализация противоречит полностью всему, что говорил Иисус. Всему полностью противоречит ритуализация. Знаешь, поэтому как бы ну очень тяжело говорить о том, что человек искренне раскаивается, если он вот такой весь из себя ритуальный и такой многословный. Тебя выбило походу из видео, заходи обратно в видео трансляцию. Поэтому если тебе хочется действительно иметь отношение с Богом, нужно стараться выполнять каждый день, но опять же не откладывать на завтра, что ой, ну я завтра подам вот этому нищему, я наверное завтра, вот я лично например, ну будем так говорить, если нищий сидит на улице и просто с протянутой рукой, я положу, что у меня есть в кармане. Положу. Но если ко мне подходит человек и говорит, дай мне денег, не кушать, нечего, я ему говорю, пошли, я тебе куплю есть. Пошли, куплю, я денег не даю, пошли, я тебе куплю покушать. Если он говорит, нет, дай мне денег, значит, это не нищий, он просто попрошайничает. Окей, ему это нужно будет скорее всего для совершения какого-то греха, а я не хочу, чтобы он, чтобы быть причастным к этому греху, поэтому тем, кто просит денег, я спрашиваю, на что, и говорю, пойдем, я тебе это куплю. А если этот человек сидит просто, лежит, видно, что больной человек лежит на улице, там у него стаканчик стоит для подаяния, я ему подам, не вопрос. Я не знаю, что он с этим будет дальше делать, но по мне вот будет правильным подать ему стакан. Но если человек попадает, к нам и опросит, дай мне денег, мне кушать нечего, пошли, куплю тебе еду, пошли, накормлю тебя. Если он говорит, нет, ты мне денег, да, я точно знаю, что он потратит, либо на сигареты, либо на водку, либо на наркотики. Не дам. Не дам, я ему это совершенно конкретно говорю, не дам денег. Хочешь, пошли, накормлю. Теперь, по поводу вот этого вот переселения тебя в тот район, где там одни алкоголики, наркоманы и так далее, ты в этом видишь, я не знаю, что. Я в этом вижу, я считаю, нужно отпросить, чего Бог в этом видит. Потому что случайности не бывает. Случайности это цепочка закономерностей. И вот ты говоришь, я прохожу мимо и помогаю только тем, кого я люблю, и этим я не помогаю, а мимо этих я прохожу, а тех я не замечаю. Давай почитаем, что об этом Бог говорит. Пойдем. Давай. Евангелие от Матфея, седьмая глава. Я не говорю, что я как раз-таки такая молодец. Я работаю над этим. И я молюсь о том, чтобы Господь открыл мне сейчас и буду проповедовать. Молись до позеленения. Пока ты не начнешь делать, Бог не начнет этого делать. Ну, Господь дает время, случай и человека, открывшему ему сердце, кому я буду проповедовать. Если человек с тобой со мной стоит он пьяный, ну, что я буду пьяному проповедовать? Видишь, то есть ты судишь по внешности. Он просто не сообразит, он не поймет меня. покаяние, оно не от мозгов, оно от сердца идет. Согласно. Собственными глазами. Пьяный в доску мужик протрезвел ровно через 10 минут. Вот, то есть он на ногах не стоял. Через 10 минут он протрезвел, а через 15 минут он на коленях со слезами на глазах откаялся. волю отца моего невестного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. И так всякого, кто слушает слова мои и исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом мой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. И всякий, кто слушает все слова мои и не исполнит их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на тот дом, и он упал. И было падение его великое. И когда Иисус закончил слова, народ удивился учению его. Это только одна часть. Во второй части... Вы не накормили меня, вы не проведали меня и так далее. Я сейчас не буду это цитировать, слишком длинный стих. Но все эти места знают. То есть ты не знаешь, почему Бог тебя сейчас свел именно с этим человеком. Пьяный он, трезвый он и так далее. Сатана в нем действует. У тебя есть власть. У тебя есть власть. Написано, все, что ты свяжешь на земле, будет связано на небе. И все, что ты свяжешь на небе, будет связано на земле. У тебя есть власть над Сатаной. Мог ли вот этот бесноватый... Ты, наверное, никогда не встречалась с людьми бесноватыми? Я встречался. Их называют по науке шизофреники, например. И так далее. Эпилептики, например. Вот тех, из кого дух изгонял. Тогда не было таких названий, как эпилептики, эпилепсия и шизофрени. Называли их бесноватыми. Приходил Иисус к этому бесноватому. И спросил, не щелкай, пожалуйста, потому что меня будет не слышно из-за того, из-за шума. Когда приходил Иисус к этому бесноватому, бесноватый сказал, оставь нас, уйди, Иисус Назарей. Иисус же не сказал ему, а ну не хочешь, не надо. Или так не сказал, не, к этому я не пойду, что-то я боюсь его, что-то он какой-то ненормальный. Но к нему подошел, и духи сами, вот ты говоришь, хочу уподобиться Иисусу Христу. Иисус был в себе уверен, правда? На сто процентов. И он подошел с этой уверенностью и сказал, как зовут тебя? И тот говорит ему, легион. Что, Иисус не знал, как его зовут? Я же знал. Но тем не менее, он подошел и спросил, как зовут тебя? Тут говорит, легион, потому что много. Да? И Иисус говорит, то есть Иисус протянул руку, а духи, которые в нем сидели, они не сказали там, не начали сопротивляться, мол, типа, отойди от меня, Иисус, сын Давидов, там, и так далее. Они спросили, да, Господь, можно мы уйдем только вот в тех свиней? Потому что не могут духи уйти просто в никуда, они должны где-то пребывать. И они ушли в свиней. Да? А свиньи что сделали? Сбросились с обрыва. Это очень показательный эпизод, кстати. Что тот, кто будет порабощен духами, его приговор смерть. И только Бог может спасти его. То есть, фактически, то, что произошло со свиней, Бог его спас. Он хотел спастись. Нет. Нет, это Иисус хотел, чтобы он спас. И он его спас. Большинство людей не хотят спасения. Но мы-то знаем, что это ему надо. Каков будет его конец? Иисус знал, что это будет смерть в результате. Либо его, либо этих свиней. И поэтому он пришел просто, его спас. Думаешь, он не знал, куда он идет? Он уже случайно, что ли, его там встретил? Нет. Он прекрасно знал, куда он плывет. Он прекрасно знал, что он будет делать. Можно, пожалуйста, по поводу моих соседей. Вот, продолжим, смотрите. Я открываю рот. Но кто дает спасение? Я ли своей силой или Господь? Только Бог. Только Бог. То есть, как раз таки, я за что молюсь? За время, за случай, за возможность. Я молюсь за то, чтобы Господь открыл сердца тем, кому я буду открывать свой рот. Да? Только раз ты их встречала и не открывала рот. Может быть, это и был тот случай. Вот, вот о том я и говорю, что я, и в этом я как бы сожалею, да. Есть какая-то, потому что, ну реально очень, когда человек с тобой стоит такой, вот, человек, который высокий такой, весь небритый, весь такой, ну это, и пьяный, да и стоит на тебя вот так вот смотрит. А я стою, а знаете, Господь вас любит. Вот, понимаете, я была не готова. Я, вот, я, каюсь, я была вообще не готова. Я смотрела на него, у меня, у меня аж вот здесь вот все похолодело, я думаю, я сейчас умру. У тебя есть шанс. Петр отрекся от Бога три раза. Все понимаю. В том-то и дело, что я о том и говорю, что я недостаточно. Пусть, допустим, да, Господь меня освящает, Господь меня как-то через что-то пробудет каждый день и дает мне шанс, и все. И то есть в чем-то я исправилась, в чем-то я еще не исправилась. Скажи мне, подожди, 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 остановись. Сейчас ты начнешь опять оправдываться, я не хочу остановить оправдание, ты там будешь отчитываться, не мне. Значит, скажи мне, пожалуйста, что по-твоему проповедь Евангелия? Как она должна выглядеть? Нести макая весть, достаточно кому-то. Знаете, как я покаялась? Пришла ко мне соседка и сказала, то есть я искала до этого Бога очень много, и я не знала, то есть вот эти все евангельские, то есть если я шла с православной, да, я ушла из православной церкви и не знала, куда идти. Одна даже возможность была такая у меня, вообще идти в медресе учиться, да. То есть у нас дали объявление, что открывается школа медресея, поскольку у меня папа татарин, то есть я думаю, о, у меня же папа татарин, значит мусульманин. И я пойду, и слава Богу, как я так не пошла, как бы что-то, и вообще готова, я искала везде, да. И когда я переехала в одну квартиру, то есть, да, пришла ко мне соседка, я просто стою около плиты, что-то ей делаю, чтобы ее угостить, она сидит и за спиной мне говорит, да ты знаешь, я хожу в церковь, мы сможем ходить в церковь, мы там песни поем, пойдешь с нами? И мы так вот переглянулись с мужем, да, пойдем. Все, вот этого было достаточно. И когда я пришла на домашнюю ячейку просто и какую-то молитву покаяния читала. Зависно. Окей. Написано в Писании, что победить сатану? Я не знаю. Открываем Откровение Иоанна Богослова. А, ну, до того, как мы поговорим сейчас про победу над дьяволом, по поводу того, обличать или не обличать, и кто я такая, вот ты говорила, чтобы я кого-то обличала там и так далее. Евангелие, Евангелие, послание, второе послание к Тимофею, глава третья, подключайся обратно, говорит нам следующее. Павел пишет. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою в Иисуса Христа. Дальше пишет, 16 стих. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И да будет совершен Божий человек ко всему доброму делу приготовлено. По поводу евангелизации. Подключайся обратно к видео. Ты чего же я тут сижу, так вообще сейчас я сам с собой разговариваю. Значит, по поводу евангелизации. Когда мы идем к людям, мы почему-то считаем, что мы должны пересказать краткое содержание вот этой книги, которую мы услышали за все годы, там, или дни, или месяцы пребывания в церкви. На самом деле, для того, чтобы проповедовать евангелие, вам не нужно знать вообще евангелие. Я знаю пасторов, которые стали пасторами, даже еще Библию при этом не прочитали полностью, но стали пасторами. Причем не потому, что их поставили пасторами, а потому, что люди начали вокруг них собираться и просить, чтобы они стали их наставлять. В Откровении написано, что победили они, вот, Агнец и армия Агнца, победили они двумя вещами всего. Кровью Агнца и словом свидетельства своего. Агнец свою кровь пролил, то есть Иисус своей кровью уже все грехи наши омыл, и все у нас хорошо. Но победить дьявола мы можем только словом свидетельства своего. Проповедь, Евангелие есть свидетельство. И даже если я, что-то там у тебя свистит, так страшно. Значит, даже если я по законам юридическим любой страны, отказ от дачи свидетельских показаний, есть уголовное преступление, наказуемое очень длительным сроком. Очень длительным сроком. То есть, даже, во-первых, начнем с того, что все уголовные кодексы писались по образу и подобию грех и наказание, грех и наказание, грех и наказание. То есть, то же самое происходит и с нами. То есть, если мы не свидетельствуем о себе, не свидетельствуем о себе, то мы идем против Слова Божьего. Нигде не написано, как нужно нести Евангелие. Нигде не написано, ни в одном месте. Нигде нет четкой инструкции, что за чем нужно рассказывать. Но везде Иисус, когда говорил своим ученикам, и будете свидетелями мне в Иудее, в Самарии и даже до края Демии. Окей? То есть, наша задача свидетельствовать, и это и будет проповедью Евангелия, что Бог изменил в нашей жизни. Вот это важно. Все остальное, как ты это расскажешь, перескажешь ты Евангелие, перечитаешь ли ты его и так далее, это не имеет никакого значения. Вот никакого значения. Можешь вообще эту Библию никогда не открывать, не знать, как здесь написано. Ты можешь вчера покаяться, предположим, и Бог изменил тебе жизнь полностью. Ты можешь сегодня проповедовать Евангелие. Тебе не нужно проходить альфа-курсы. Тебе не нужно проходить никакие там евангелизационные мероприятия, учиться у кого-то. Тебе нужно просто прийти и сказать, я была таким или такой. Я приняла Господа в сердце своем, и Бог изменил в моей жизни вот это, вот это и вот это. И это будет самой лучшей проповедью Евангелия, если тебе уж так сильно хочется с кем-то поговорить. А долгосрочная проповедь Евангелия – это твое поведение, твои взгляды, твои убеждения – это долгосрочная проповедь Евангелия. То есть, когда ты разговариваешь с людьми, когда ты посвящаешь их в то, что у тебя в жизни происходит, и не забываешь, кому вся слава за это. Вот это очень важный момент. Люди говорят, я, то, я, это, я, 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 я. Мы знаем две истории из библейских повествований. Что одного Бог не пустил в обетование и древно, а другого просто убил на месте. За то, что не воздали славу Богу. Слава Богу. Просто не воздали славу Богу, убил на месте. Царь какой-то, я не помню, там, сел и начал вещать, какой он крутой. И Бог его раз и умер, там же на месте. Потому что нечего. Пусть надо, кому вся слава. И когда мы воздаем славу, когда мы свидетельствуем, когда мы своей жизнью показываем работу Бога в нашей жизни, это и есть самое лучшее проповедь Евангелия. И больше от нас ничего не требуется. Я не обязан быть теологом для того, чтобы это... Я изучаю теологию для себя, я изучаю исключительно. Я не проповедую по теологии. Я не проповедую по теологии. Со мной тяжело спорить по теологии. Потому что я знаю, что мои знания недостаточны еще, естественно. Я недостаточный, я еще мало знаю. Я всегда работаю на теологию для себя. И мы дошли только до теологии Святого Духа на данный момент. Теологии Завета, теологии Ветхого Завета, теологии Нового Завета, теология Бога, теология Рождения, теология Греха и так далее. Сейчас мы только до Святого Духа добрались. Мы еще дальше не ходили. Но уже сегодня человеку, который пытается мне доказать, что чего-то не существует, или Троица – это не та Троица, которая имелась в виду, или Бог – это не тот Бог, или Христос – не тот Христос. У меня есть ему по Слову Божьему здесь доказать обратное. Но опять же, я могу доказывать до позеленения. И только Бог может призвать этого человека открыть свое сердце, чтобы принять, и открыть свои уши, чтобы слышать. И это Иисус сказал фарисеям, никто не может прийти ко мне, пока Отец Невестный не призовет его. Но разве не Господь открывает? Только Господь. Уши, сердце. Только Господь. Но Он не пойдет никому открывать просто так уши и сердце, если ты не начнешь действовать в этом направлении. Ну, это все взаимосвязано, понятно, да. Мне, например, тоже не раз свидетельствовали, оказывается. Оказывается, мне несколько людей свидетельствовали. Я их не слышала. Хотя я искала Бога. Я могу сказать, что мне не свидетельствовали. Никогда. То есть не было такого человека, который пришел бы и сказал мне, вот мое свидетельство там, там, здесь, это, здесь. Мне никто не свидетельствовал. Но поведение и жизнь других людей, например, вот пример простой, да, вот январь прошлого года, январь прошлого года я получил предложение от своего пастора пойти к нему медицинским директором в его компанию по медицинскому туризму. Я долго сопротивлялся этому. Для меня пойти куда-то работать, это, ну, я не знаю. Ну, это очень тяжело. Я, я просто, ну, я вот 3-4 месяца там проработал, нереально было тяжело это. Физически тяжело. Вставать рано, по-то идти, что-то делать, нереально тяжело. Я человек свободный, я не могу где-то работать. Но я знаю, для чего Господь это сделал. Я всегда был с Богом. То есть я, да, я был грешником страшным, там, грехами, грехами к смерти, грешил. Да, ну, кроме 10 заповедей, по-моему, я все нарушал. 10 заповедей для меня это была красная черта. Все остальное я думал так, ну, окей. Проснулся я си утром, все хорошо, нормально. А 10 заповедей для меня была красная черта. И Бог всегда был со мной, я всегда его искал, он всегда был со мной, меня вытаскивал с таких ситуаций, и, то есть, если бы не он, то я бы с тобой сегодня здесь бы не разговаривал. Да, это и теракты за 5 минут до того, как он там произошел, меня Бог увел с этого места. И ножи, и пистолеты, и все, что хочешь. И авария очень тяжелая, которая была, произошла у меня, когда меня вот сюда с этой стороны, то есть я здесь, в пассажирском месте, въехал на скорости 80 километров в час машина. Вот эта вот рама, которая здесь, для дверей, да, она была у меня вот прижата к ребрам. Она была прижата у меня к ребрам, то есть, как его звать те? Инспектор, который по дорожным происшествиям приехал, он сказал, он вообще удивляется, как мы живы остались. Мне сделал рентген позвоночника, он даже не сдвинулся. То есть я почувствовал боль, но рентген позвоночник не сдвинулся. И меня Господь вытаскивал с таких ситуаций всегда, что я всегда верил, что он есть, что он где-то рядом. Я всегда с ним общался, всегда с ним разговаривал. Может быть, я его не называл богом, но я всегда знал, что есть кто-то, кто меня хранит, причем это совершенно не ангел. То есть ангелы, может, меня и окружали, но и что-то гораздо более высокое. Я всегда верил, что у меня есть какое-то высшее призвание. Для чего-то я есть на этой стране, на этой земле и в этой стране. Почему меня сюда привезли, хотя я мог спокойно ехать в Америку? Я пришел вот на работу туда и выяснилось, что вся эта контора его, в лучшем понимании, контора, в смысле офис, занимается изучением библии, ресурсов до вечера. Они все верующие, все верующие. Я ничего против не имел, но только как бы у меня есть такое, у меня всегда было такое, что верующие, значит, религиозные. А я всегда был антирелигиозным. Я и все на богу здесь не ходил из-за религиозности и так далее. И я им сказал, говорю, не надо меня, не надо мне пропагандировать, мы сами с усами, мы все хорошо. И оказывается, он потом рассказал, пастор очень сильно боялся, что они переусердствуют в своей проповеди. Я человек с сильной волей достаточно, и я мог просто послать и уйти, а он этого не хотел. И на каком-то этапе мы просто разговаривали с ним, и я про Новый Завет знал только, что есть четыре Евангелия, больше ничего не знал. Ни какие-то послания, ничего, я не понимал, откуда апостол. Я же читал Евангелия, я не понимал, откуда Павел взялся вообще там, кто такой Сила там и так далее. Ну, читаю уже книжки разные. Так вот, мы с ним что-то разговаривали, я говорю, дай Библию почитать. Он говорит, да на, дал мне Библию. На следующий день мы с ним что-то разговаривали. Он говорит, я на эту тему буду проповедовать в церкви, приходи. Я говорю, приду, а что? Он причем был совершенно уверен, что я не приду, потому что нет шансов в субботу приехать в Израиль из одного конца страны в другое на проповедь, потому что элементарно у меня нет машины, нет прав. Но я же пообещал приехать, значит, надо приехать. Я звоню своему другу, говорю, Олег, подвезешь меня, когда поедешь в церковь? Я резеру обещал приехать на проповедь. Он говорит, конечно, подвезу. И он меня привез. Понятно, что проповедовал он не на эту совершенно тему. Он рассказывал что-то о евангелизации. Но когда он рассказывал это о евангелизации, у меня моментально, буквально в течение первых 15 минут проповеди, все сложилось в один пазл. Я, наконец, понял вообще, где связующее звено у того, что я знал по иудаизму, причем я очень хорошо разбираюсь в Ветхом Завете. И то, что я знал по Новому Завету, у меня все сложилось в один пазл. И покаяние мое было там. И вот когда я недавно разговаривал со своим пастором, я говорю, послушай, ну вот ладно, ты там был наркоманом, алкоголиком, тебя Господь избавил. Вот ты пришел на служение пьяный и укуренный, там и уколотый, или не какой-то там пришел. А со служения вышел и через два дня уже был пастором церкви. Я говорю, для тебя это было прямо свидетельство-свидетельство. Я говорю, вот мне что делать? Я никогда, у меня никаких там, прямо вот после принятия Иисуса не было никаких там каких-то грандиозных вещей не произошло. Я уже на тот момент не курил, наверное, лет 7, ну не 7, но 6, ну 7, наверное, да. Не пил уже лет 10 как там и так далее. То есть я раньше алкоголизмом не страдал, пил, умеется, выпивал. То есть мне не тянет, у меня никогда не было никаких там смертных грехов. Да, для меня есть 10 заповедей, как красная черта. Да, были там грешки, которые я за них покаялся. Тогда вот на Иордане принял их Господь и стал жить по другим совершенно правилам. Моя жизнь стала образцом для многих людей, и они тоже покаялись благодаря... Ну, для многих, это громко сказано. Для нескольких человек они тоже покаялись благодаря тому, что они просто видели во мне изменения, да, в поведении, в мировоззрении, во всем. И они покаялись. Ваня, кстати, один из них. И я говорю, вот о чем мне, какое у меня такое прям сильное свидетельство, чтобы я мог привлечь людей к себе. И он мне сказал очень важную вещь. В Евангелии есть место, где Иисус неоднократно... Во всех Евангелиях это место есть, что говорит, ищите и найдете, стучитесь и вам откроют. Ты искал, и ты нашел. Ты стучал, и тебе открыли. И все, что в твоей жизни происходило, Бог вел тебя именно через все вот эти вот несчастья, да, несчастья. По сравнению с тем, что других это счастье, а не несчастье. Но вот Бог вел тебя через все эти несчастья к тому моменту, когда ты пришел ко мне, да, сколько времени прошло. Сколько времени мы знакомы для начала, да, то есть ты не видел этих... У тебя не было глаз посмотреть, и не было ушей услышать. Ты знал до этого, что я пастор, и что я христианин, и так далее. Ты видел много христиан в своем окружении, но у тебя все еще были закрыты уши. И глаза имел, но не видел. Но Бог тебя вел именно к тому моменту, что ты что-то увидел своими глазами, и они начали у тебя раскрываться. Вот это свидетельство, да, что ты в какой-то момент начал видеть. То есть фактически ты как тот Вертимей, да, Вертимей, Вертимей, как его звали, который был со слепотой, которого он избавил от слепоты. То есть он жил себе и жил, он знал, кто он узнал, где он узнал, кто его родители, он знал, что он родился слепой и так далее. Но ты, к тебе подошел Бог и открыл тебе глаза, и открыл тебе душу для принятия его слова. И сегодня ты себя не мыслишь без этого всего, да. Вот это и есть свидетельство. Да, на наркомана оно не сработает. Но кто тебе сказал, что ты призван проповедовать наркоманам? Да, наркоман твое свидетельство не купит. Ему это, хотя ты знаешь, если брать чисто о работе Святого Духа, люди иногда каются на пустом месте. Просто на пустом месте. Вот ты с ним разговариваешь, и вдруг он там встает на колени и начинает там грешен, там простить, там и так далее. Да, потому что там, что у него внутри Бога. Да, никто не... И только Бог работает. Он свои чудеса проявляет совершенно чудесным образом, и ты не знаешь, кому. Поэтому он говорит, просто делись, создай свое свидетельство короткое. Вот чисто как в бизнесе я учу, да, там 30 секунд, 5 минут, полчаса. Создай свидетельство. И свидетельствуй всем, ты не знаешь, в какой момент, как и ты не знал, в какой момент Господь откроет тебе глаза, уши и сердце. Вот и ты не знаешь, в какой момент им откроет. Поэтому вот о боязни, да. Например, я знал точно, что людей, которые являются мессианскими евреями, здесь, в системе безопасности, в Израиле не жаловали никогда. То есть это были неблагонадежные люди. Почему? Не потому, что здесь государство против Иисуса, а потому, что если тебя смогли уговорить поменять свою веру с иудаизма на христианство, значит, ты легко поддаешься влиянию. И получить, например, какой-то там доступ к безопасности, как у меня там один из самых высоких. Ну, не как в Массаде там, например, но достаточно. То есть у меня есть доступ к хорошему уровню безопасности тогда. И я думал, что, ну, знаешь, как бы, может быть, это повлияет как-то на мою жизнь. Никак не повлияло. Никак не повлияло вообще. Все мое окружение знают о моем мировоззрении. Все те, с кем я работал в полиции, они все знали о моем мировоззрении. Никто, люди даже спрашивали, а что, а как, а почему. Потому что они меня видели одним. Ну, говорят, ну, много в тебе не изменилось, но ты вот чувствуешь, что ты стал другим человеком просто. И некоторые спрашивали. Кто-то до сих пор крепкий орешек, не кается. Но, опять же, меня тоже Бог 20 лет терпел. И я думаю, что все это произойдет. Главное, не сдаваться и идти вперед. Пока мы идем, пока мы своей жизнью проповедуем Евангелие, несем свидетельство, нас заметят. Но теперь представь себе ситуацию, что вот ты пришла на суд и стоишь, скажем, я очень тебе этого желаю искренне. Стоять вместе с нами на той третьей этого судейского... С вами? С нами, да, со всеми, с верующими, искренне, каждому желаю стоять. На той стороне, я же говорил, да, как бы абстрактно, на три части будет поделено. Здесь приговоренные, здесь кто на суд пришел, и здесь кто пришел на суд в качестве зрителей. Это мы, да, мы не судимся же на смерть. Мы просто придем на суд, чтобы просто отчитаться. Он с ними закончит, он за нас возьмется, мы отчитаемся, он нас распределит по своей иерархии какой-то. И в этом и будет, собственно, суд заключаться для нас. Так вот, я думаю, что мы все там окажемся, все мы искренне желаем, чтобы мы там оказались, вот на этот третий суда. Но будет очень сильно больно смотреть, как придут на этот же суд. Наши родные, наши близкие, наши соседи, люди, которых мы видели. И это знаешь, как будет выглядеть? Ну, я себе так представляю. Опять же, это не пророческие слова, но я себе так представляю. Мне нужно что-то представить, чтобы это воплотилось. Вот здесь стою я на стороне оправданных. Да, и мне хорошо, я знаю, что я туда в озеро огненное не пойду. И приходит человек, которого Бог мне присылал, чтобы я ему проповедовал, оказывается. А я же не знал. И Бог ему говорит, что ты сделал для того, чтобы спастись. А там уже каяться, поздно будет. И он скажет, я приходил, проходил мимо, ты меня посылал, но я так и не нашел того, кто мне расскажет об Иисусе. Бог посмотрит на меня, а ему скажет, грешен. И на моих глазах этот человек пойдет в ад. И я буду там, возможно, жить всю свою жизнь вот с этой болью, что я упустил возможность спасти еще одного человека. Мне написано там, одного грешника спаси, и радости о нем будет много. И если я это сделал, то, скорее всего, я, может быть, и буду жить по слову. Я не знаю, что такое жить. Сколько нужно грешников спасти, чтобы жить по слову Божьему. Но я знаю, что Иисус сказал, даже если один грешник будет спасен, он будет жить по слову Божьему. То есть это будет по слову Божьему, и радости по нему будет много на небесах. Поэтому я просто стараюсь уже некоторое время уже подряд, когда я это понял и осознал, я стараюсь в любом случае людям об Иисусе рассказать. Так или иначе. Именно вот своим свидетельством. То есть, что да, у меня не было там ничего такого. Меня, слава Богу, Господь уберег от смертельных болезней. И, слава Богу, я дожил вот до 42 лет. И в отличие от своих сверстников, Господь так сделал, что у меня со здоровьем все в порядке. Относительно, да, не бывает там, что прям все в порядке. Плоть грешна, а плоть и получает за это. Но относительно других у меня все в порядке. И я за это действительно воздаю всю славу Богу. Ну, потому что, ну, другие, которые я смотрю, люди в этом мире живущие, они страдают в этом возрасте. Страдают очень сильно по здоровью. И вот я считаю, что Бог просто вел меня все это время для того, чтобы я испытал разные вещи. Потому что я вот читаю, например, Павла, да, и все, что он пишет, я могу это к себе применить. То есть я живу в богатстве, я живу в нищете. Никогда кушать было нечего, все нормально. То есть в тюрьме не сидел, слава Богу, опять же. Но всякое бывало, да. Хотя вот может быть то, что я был связан долгами и не мог выехать из страны, тоже может считаться тюрьмой, да. Потому что здесь у меня, правда, тюрьма была без решеток и надзирателей, но за пределы страны я выехать же не мог. И вот это можно было считать тюрьмой. И он меня привел к себе в свое присутствие и поставил им какое-то служение. Может быть это одно из служений. Может я веду его правильно, может быть неправильно, я стараюсь вести его так, как меня дух ведет. Но для чего-то он меня избрал. Я ищу, на что он меня избрал. Потому что я не думаю, что если мне что-то посылают неудобное мне, я не говорю, отойди от меня сатана. Я пытаюсь это сделать максимально хорошо. И Бог использует нас на том месте, где мы находимся в данный момент. Нужно максимально приложить усилия для того, чтобы волю Божью исполнить. И нам необходимо просто это делать, потому что по-другому не получится. По-другому мы спасемся, но нам будет больно смотреть, что другие, которых мы видели, но не помогли им, не спасутся. Вот в этом вся трагедия будет заключаться. С нами это все в порядке, слава Богу. А вот они, за них нужно молиться, им нужно проповедовать, им нужно рассказывать. И это работа, в которой нам помогает только Бог, больше никто. Мы можем только рассказать. Не в нашей власти целить, не наложением рук мы фактически не сами лечим. А Бог приходит через нас, и мы всего-навсего проводник Святого Духа, который делает вот такие чудеса, как выравнивает конечности, избавляет от наркозависимости, от порнозависимости, от рака, от всего остального. Поэтому вот в этом наше предназначение, я считаю. И мы должны просто взять себя в руки и сказать, да, мне страшно. Я не подойду к нему и не скажу, Бог меня любит, а расскажу ему свое свидетельство. Мы не знаем, если мы это делать будем с верой, с верой это делать будем, то Господь, то есть тебе нужно найти подружку, которая зовут Вера, и с ней вместе это делать. Значит, без веры написано угодить Богу невозможно. То есть тебе вера нужна срочно, поищи веру в церкви. И с верой вместе. Не может до меня сейчас дозвониться? Я сейчас скидываю. Вот, скажи, сегодня я был на служении, израильский служитель сказал, что нам с тобой надо идти, потому что без веры угодить Господу невозможно. И все. Мы еще и надежда приплать. Нет, но тогда еще нужна любовь, потому что любовь долго терпит, там, и Тайлан будет все терпеть. Аминь, аминь, 13 глава как раз так и этим и заканчивается. А теперь прибывайте три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Поэтому найди себе веру, надежду, любовь, и вот вчетвером ходите проповедуйте. Все будет хорошо. Вы как раз с верой угодите Богу, любовь будет долго терпеть. Надежда, она... Никогда не пустыжает. А ты будешь нести слово. Да. Так что вот так. Ну, это уже, опять же, вот, видишь, фарисейства ударились. Окей. Абель. На этом, да, если еще что-то есть. Да, я чувствую, что, как бы, да, уже пора заканчивать. Просто я смотрю, что сейчас кто-то с нами, да, у нас четыре человека здесь, и вполне возможно только здесь. И может быть, это, может быть, не под запись, но кто-то, может быть, если человек не верующий, может быть, захочет покаяться. И просто запись отключить и помочь. Привет, Рейн. Я надеюсь, это вашу название. Я извиняюсь, потому что мы говорим только русский, потому что это русский программ для всех фрайдов. Мы говорим о Библии. Так что, сейчас, когда мы говорим о воскресенье, то я не знаю, если вы крестьян, если вы крестьян, если вы не крестьян, если вы понимаете русский, или вы не 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 понимаете, я не знаю. Но я желаю, что Бог будет блесить вас, вы и ваша семьи. И если вы хотите получить Jesus, как ваш Савиар и ваш Господь, вы приглашаете это каждый раз и где-то, и я хочу блесить вас. В 이름е и вашего семьи, в ее стране, на вашем месте, на вашем месте, на вашем месте, для все что делаете, и я хочу пить вас, на вашем здоровье, на вашем жизни, на вашем чувстве. от ваших друзей, от вашего места или от вашего страны, так что я понимаю, что вы английский язык, поэтому если это да, вы можете написать это здесь, если нет, и вы не понимаете, что я сказал в русском или английском, я думаю, что Бог говорит тебе, Бог говорит тебе в сердце и в твою душу, так что я хочу покажите вас. Я из Израиль и this pretty woman, she is from Russia, she is from a place in Russia that calls Bashkortostan. So it's a muslim country in the heart of Russia, but she also believes in Jesus and she already 10 years with Lord and serving him in worship in the church and I'm a preacher and evangelist from Israel so you are invited to be with us and God bless you, God bless you and your family and may God give you all of your wishes and to be with the Lord from now till the end of days so thank you very much that you are with us thank you very much for your applause and have a nice day and have a nice weekend всем спасибо за участие, я поблагодарил помолился за человека, пожелал ему жизни с Иисусом и я думаю, что Господь откроет сердца каждого и я хочу благословить и вас тоже и врахаха, отуна и вешмиреха и садуна и пана вэлеха и эра дуна и пана вэлеха вехунеха благослови вас Господь и будьте счастливы и благословенных вам служений у нас сегодня, у вас послезавтра всем до следующей встречи подписывайтесь на наш канал приходите с тобой пятницам и будем вместе беседовать по библии всем спасибо, всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...